нихал здравствуйте прикольно у вас там атмосфера вайт это общага до было плохо вообще была общага а что сейчас сейчас мой дом в россии все такие дома кэш да ладно вы грете ну как ну не все конечно же но есть такие да такие в америке есть ничего страшно ну да но вопрос сколько у вас таких в америке таких процентом соотношений я думаю плюс-минус я думаю в америке меньше будет у них нищих по моему в 10 раз больше чем у нас если если не если не в 30 серьезным не нищих а бездомных бездомных знаете почему потому что они сами это вы хотят да да расскажите мне эту сказку нет нет не из этого знаете почему почему потому что большинство из этих людей это не американцы это приезжие которые приехали в америку так как американская страна в которой каждый очень много людей ладно не каждый очень много людей хотят попасть иммигрировать и там остаться очень много среди них до американской местности верно в россии к сожалению столько столько людей эмигрировать остаться и быть развиваться не хотят поэтому вас наверное и давайте посмотрим сколько мигрантов в россии за двадцать третий год так приток мигрантов говорят упал а чё что потому что с 23 года претензии к ним теперь нам ужесточили 300 до 400 тысяч для всех мигрантов сколько мигрантов в сша за двадцать третий год тихо в двадцать втором году 11 миллионов опа видите как хорошо что есть google в россии 7 и 6 миллионов да нет я думаю по побольше разница будет вот 7 и 6 миллионов а в сша 11 миллионов но в сша 300 миллионов населения у нас 100 100 150 140 150 уже даже больше нам перед все будет узнаем так что при том что едут люди с одной частью маленькой мира этот таджикистан узбекистан до всего мира америка и дала всего нам тоже нам должно иммигрировать смотрите сколько бездомных в россии 11 тысяч человек 11 тысяч человек только бездомных в сша полмиллиона это на 22 год 11 тысячи полмиллиона это ну типа такое говорят что там был даже большинство из них это нелегальные мигранты понимаете так это в не в этом проблема а в чем проблема в том что у нас жилье и вот такое как у меня и в америке то же самое количество я больше чем уверен у них тоже есть маленькие города у них есть заброшенные всякие эти у них все то же самое у них есть города есть какие-то мини поэтому в россии тоже есть какие-то мини города старые города там тоже где-то есть вот такое но это опять же каждый человек ну можно же вложиться сделать ремонт ну да все упирается в каждого человека возможности в принципе плюс-минус одинаковые поэтому не надо вот этого в европе то же самое такие же дома такие же заброшенные а уж в проебалтике так там вообще жесть а что там там вот тоже вот такое полно такого полно так что это везде такое есть везде а вы знаете сколько я недавно смотрел статистику сколько денег по странам среднем на семью вот какие бюджеты разных странах имеет среднем я вам тут вчера вчера видел новость которая возможно вас порадует россия попала в категорию стран с высокими доходами населения говорится в блоге всемирного банка в двадцать третьем году валовый национальный доход на душу населения вырос до 14 тысяч 250 долларов а в двадцать втором был 12 800 россию высшую категорию из группы стран с доходами высшего среднего банки объяснили ростом оборонных расходов правду но у нас как бы видите как 14 250 долларов валовый продукт в россии на душ короче знаете сколько у вас семья имеет бюджет вот такая стандартная семья россии если взять весь бюджет семьи все их имущество не все доходы на диску так вот у вас в россии этот среднем 35 по моему тысяч долларов а знаете сколько это например в британии тут один нюанс есть представьте себе в 10 раз больше вы только забывайте одну маленькую деталь у нас доллара не ходит ценность не ходит это значит что у нас рубли рубли и мы допустим вот заработал человек у нас как вы говорите там сколько-то рублей и вот допустим я пошел под тричься в парикмахерскую и отдал на 300 рублей а какой-нибудь британец пошел и отдал 50 баксов за это 50 евро вот и получается что его вот это все оно больше чем у нас только у нас и тратят меньше чем у них и в итоге выходит то на то как правило во всем мире везде плюс-минус обычно люди живут одинаково плюс-минус одинаково средний класс живет да но но вообще нет потому что есть а где-то чуть хуже где-то чуть лучше и реально лучше это сколько вот в британии допустим если вы загуглите сколько пенсионеров замерзает нас зимой потому что им денег нет отопить дом вот забейте в гугл интересно забейте много пенсионеров погибает в британии зимой от холода забивайте сколько пенсионеров написано два с половиной процента от всего населения да это сколько тысяч я не знаю какое население британии там чё цифра нету почитать должна быть там цифра сколько десятки тысяч а по-моему в районе 10000 чё-то так вот люди так хорошо живут там у них пенсионеров что они на замерзают потому что нечем топить это вот по поводу дохода среднего какого-то представляете 10000 замерзших людей потому что нечем им топить ну нету денег у людей чтобы протопить свой дом зимой вот написано власть не под тем что в начале октября маргарита симолиан нет это за данные есть из британии зачем 20 тысяч ну не нет там официально есть 10000 по моему проблему а постоянные обсуждают причем в этих публикациях встречаются оценки от 3 до 32 тысяч умерших при этом выражение замерзли на про стадис в этих публикациях не встречаются вместо него использует другое холл который означает не смерть от преохлаждения а любые болезни которые могли развиться у живущих у людей живущих недостаточно теплых домах да ну так подзаменили немножко это это очень близко да то есть людям нечем отопить свой отопить свой дом да не мог денег нет болезни и они умирают это проблема я согласен но тут также написано что российская пропаганда на этом уже сыграла но сыграла не сыграла факт есть факт этого существует ну да есть то есть это говорит о чем трех тысяч пенсионеров трех тысяч пенсионеров то есть это говорит о том что ну не везде живут все шикарно и даже в европе проблемы есть я вот просто вот поэтому тыкать где-то кому-то конкретному человеку что он где-то как-то живет но нету смысла надо смотреть со страна не это правда что в россии больше таких странах восточноевропейских тут такая вот эта коммунальная тема то есть что такое общее оно более развито чем в на западе ну то есть на западе все частные все у тебя нет денег все это правда у нас здесь много лазеек но в польше кстати уже меньше потому что польшу тоже уже западной в россии еще больше потому что там это правда но прийти там тоже у людей есть возможности заработать больше это же тоже я думаю по заработку в россии не отстает час ни от кого сейчас очень много предложений сейчас у нас наоборот нехватка нам не хватает работы вот вот столько работа открываете какой-нибудь сайт где работа там офигеете сколько должностей выбирают берут конечно интерес потому что у моего друга например беларуси там проблема другая там объявление есть но не берут не знаю такого я знаю что вот ну берут непонятно что совсем если придет какой-нибудь чувак на русском языке не разговаривают его менеджером естественно не возьмут но в целом как бы да если человек ну есть какие-то данные почему не взять берут прикольно так что в россии решить проблему сейчас еще с войной из тем что города ваши обстреливаются но это мы с этими уже будем до решать ну собственно решаем да да ну как-то у вас медленно это все идет нет такого понятия медленно идет такой операции еще не было в истории человечества никто не знает медленно это или быстро ну как если два с половиной года это не прекращается такая вы приведете мне в пример такую же ситуацию где-нибудь в истории ну конечно ну как у любая любая американская операция смысле это чё же такая у нас смотрите наши заходят куда-то там в город там сидят наши же мирные люди которые будут нашими а среди них сидят военные то есть мы не можем как американцы сравнять все это с землей потому что там наши граждане будущие погибнут они все там погибнут и солдаты и наши граждане то есть нам надо каким-то пинцетом выковыривать глазки из из картофелины вот эти вот эти гнилые вот эти вот аккуратненько взять вот картофельный надо и всю вот по чуть-чуть очистить и не так и резанул а надо чистить пока вот если естественно это дольше атаку не равно не сможете идеально не вычистить вы все равно зацепить часть картошки это это возможно но здесь не наша вина уже мы пытаемся делать как можно аккуратнее и поэтому все медленно так идет потому что как можно медленно как не дай бог там кто-то если там кто-то где-то что-то страдает это все вина в силу если они где-то с кем-то много людей очень каждый день страдают смысле где на украине вы знаете сколько уже погибло людей там вина-то стану на высу это вся вина ну а еще есть такая проблема что очень много где вас не ждут вашу армию ну например где нас не ждут и это правда например киеве но там где-нибудь покажите мне хоть один референдум где провели и спросили всех людей ждут ли они россию или нет и тогда это же я же ко мне не без агрессии тоже ну вы же смерти и я опять же чтобы мне понять да вот чтобы мне вот допустим кто-то мне скажет ну как кто не ждет сколько людей не ждут ну большинство ну чтобы понять понимаете это тоже социально вот как бы как как было возьмите нас в состав владимир один еще сказал я так не могу проведите референдум покари пока вы всех людей не спросите ваши мысли ваши там какие-то знакомые это не показатель если киев проголосует но киев это это же киев даже не область это не страна это киев может быть на западе нас и не ждут там день во львове иван чего-то кричит его между я говорю может быть может быть он отчеток и полагаете потому что он бы дурак вот видите потому что вы не дурак назад не может или вас тоже не ждут опять же то я может быть там и не ждут но чтобы это узнать все равно надо спросить всех я вот что-то хотел закончить чтобы узнать это не надо у американцев что он спросить ну может они тоже россии ждут американцев в ряд какого с какого фига ну здесь бывшие советские граждане это была одна страна она раскололась возможно эти люди тот момент приняли неправильное решение сейчас они передумали но чтобы узнать надо спросить нас в америке это не было у кого мы будем спрашивать американцев вообще у индейцев бы спросить хотят они там американцев или нет у коренных был народов бы спросить хотите чтобы американцы здесь был вот видите а вдруг они вдруг они хотят чтобы узнать все равно надо спросить понимаете в чем фишка вдруг не вдруг кажется не кажется может быть не может быть все равно надо спросить у людей если вы хотите повлиять надо спросить да но вы должны тогда еще у монголов спросить может они тоже хотят чтобы россия была монголии нет чего мы да мы ни у кого не должны спрашивать они должны не выражены спросить слушайте монголы монголы должны к вам прийти опять вернуться но почему должны мы то почему должны потому что чингисхан как-то взял и вот не смотрите здесь поле здесь народ определяется сам то есть допустим донецкая луганская запорожская херсонская они сами изъявили это желание откуда мы знаем они заявили их главы заявили сначала а потом на референдуме подтвердили ну их главы заявили о желании тогда сказали ну раз вы так считаете то да давайте спросим вот если в монголии там какой-нибудь воткнется чувак скажет мы хотим вот глава монголии допустим скажет а мы вот хотим в россию скажут окей проводите в монголии референдум если по референдуму решитесь тогда хорошо будем рассматривать а ты не понял чтобы россия стала монголии они наоборот чтобы россия стала монголии конечно чингисхан когда-то же в россии не было бы монголии россии не было когда-то ну конечно было монголии посмотри на карту монголии было государство монголия монголо-татарская иго было это государство было или территория просто какая территория так и где она была и докуда это было монголо-татарская иго так и докуда она была ой там капец они еще половину европы там завоевали свое время они завоевали или там была их территория или они просто этом обложили данью это все дело не леется была их территория никогда не было этой в территории просто обложили эти все территории данью и уехали обратно татары монгольская иго территория вот смотрите татары монгольская иго и территория ведь и наверху кстати написано россия чтобы вы поняли в игрете россии не было вот ведь татар монгольская иго вон внизу китайных у россии огромное его он докуда это татар монгольская иго ну значит там как-то еще раньше было я уже забыл как это был еще раньше было вот 1206 год вот эта карта так что чтобы нам стать монголии это надо чтобы мы захотели мы с чего мы должны там этого хотеть непонятно ну да это реально непонятно это все очень сильно непонятно да а эти изъявили желание то есть они сначала изъявили желание стать независимы в девушкам году и тут вдруг оказалось что они хотят обратно они же обратно хотят ну да может быть право а мы то мы никого не завоевывали почему мы должны в монголе если монголы нас завоевали чему мы должны в монголию хотеть они же нас завоевали они в мы вместе не видят там были в одном инфиданции так что не получается по-другому над как-то да то не знаю мне кажется что если эти изъявили желание может не знаю может надо еще у кого-то спросить так мы ни у кого не хорошо они сами изъявили надо чтобы люди сами захотели сначала они могут как они могут сами но эти советишь как-то захотели сами как они захотели это же не правда как не правда ну как они могли вообще в принципе кто-то от имени их теле их региона говорить у них есть главы регионов тут у вас есть президентом какой он же может от вас что-то заявить от вашей страны ну да если мэр какого-то города заявит от города то это все не считается должен быть от города это город областная администрация тоже другое когда области когда уже есть какой-то народ сформированных и тут уже носит это хотела по 6 миллионов всякие 6 миллионов 6 миллионов захотела а в четырех областях так вообще там получается 8 миллион это много это уже это уже целая страна практически все вот они вот они до их главы заявили они захотели все потупил и пошел